Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс и мы продолжаем выживать на аккаунте Бухозавр. Сегодня я отправляюсь в бункер Альфа для того, чтобы совершить чистку, может быть какого-то из этажей в бункере. Но самое главное, мне нужно именно 20 карточек зеленых для того, чтобы там открыть ящик. Я думаю, их легче всего добыть и именно на них я сегодня буду ставить ставки. Я взял с собой прям вот три сета брони. Все, что я нашел, максимально целое, очень помогают красные штаны. Мне выпали два раза, один раз курточка, которую я уже использовал. Самое главное, я так посмотрел, что скрафтил один я лук. И в принципе, наверное, я все-таки возьму один огнестрел. С этим шутить нельзя, нужно оглочек один взять вместо, наверное, знака. И попробуем, что у нас выйдет, что получится, насколько долго мы будем мучиться. Пароль от бункера, конечно, знаем. И попробуем угадать, что у нас там произойдет. Я думаю, что мы придем, увидим, победим. Да, именно все так говорят, ну и я тоже. Придержимся одной мысли. Нам нужно добыть талоны. Посмотрим, что у меня уже есть в бункере. Я уже здесь был и на стриме даже открывал целую ящик. Целые зазеленые талончики. Но в этот раз может и не повезти. В этот раз, я думаю, могу и не принести что-то хорошее к себе на базу. Очень много нужно проходить, чтобы добыть... Ого! У меня есть 13 оранжевых талонов и 7 красных. Это все. Ну а зеленый, наверное... О, здесь есть теплый сет одежды. И сразу же второй сет одежды я сюда же выложу. Так, возьму эти ботинки, эти штаны. Они побольше дефа добавляют. О, вот и курточка, про которую я говорил. Я так ее и не одел. В этот раз 8 защиты она дает. Это 6. И пускай она будет с нами. Не знаю, как мы будем фармить бункер. Что можно еще с собой взять? Здесь я не вижу просто ничего того, что понадобилось бы нам. Так, ну что. Сегодня пароль. 839-0. И, в принципе, даже такой, как я, дядя, немножечко это все запомнил. Просмотрим. То есть здесь практически ничего. Мы опускаемся в бункер. И, наверное, лучше всего это будет второй этаж. Ну или третий. А, ну или второй. Ну или третий. Короче, ребята, сейчас мы идем на второй этаж. Доходим до турели. Там разворачиваемся. Идем на все-таки третий этаж. Ведь на третьем этаже творятся чудеса. Именно там мы сможем найти то, что потеряли. Вот я не помню. Инженера мы освободили. Да, мы третий этаж чистили. Так, есть. О, даже оранжевый. Может быть, даже оранжевый ящик откроем. Не знаю, не знаю. Над этим нужно задуматься. Конечно, понимаю, что я набрал таки довольно неплохого оружия. Согласитесь, что для моего уровня я неплохо вооружен. Так. Этого тоже зарежем. Тут есть шкафчик. Посмотрим, что в этом шкафчике. Мачете вообще, я думаю, шикарное оружие. И наслаждаться игрой с мачетой я не устану никогда. Еще один оранжевый талон. И, как ни странно, это бинты. Бинты наши лучшие кенты. А вот второй этаж. Сейчас посмотрим, что нам поднесет. У меня есть разрушитель, чтобы разбить вот эту начальную шайку. Отдельные комнаты вообще проходить не буду. Отдельные комнаты я трогать не буду. Так, есть разрушитель, который мы... Я не помню, как даже называется эта штука. Лагерь разбойников. То ли лагерь... Какой-то лагерь, ребят. В каком-то лагере, вот там, где с собакой тебе верный друг дают на одну. На одно прохождение нужно освободить какого-то раненого мужика. Ну, конечно же, ребят, именно там я нашел... Так, пока что идет все по плану. Но ни одного талона, как ни странно. Именно там я нашел вот этот разрушитель. Именно там я приобрел его. Ну что, ребят, теперь я голоден. Ну, думаю, сейчас начнем хилиться и... Руку на отсечение дали. Смотрим, что можно. Труба или монтировка? Давайте монтировочка. И, в принципе, подхилить хп заодно и голод утолить. Хорошо, конечно, хилиться морковкой. Потому что она добавляет и голод, и жажду. А монтировочка по щам увалить к нескольким зомбям. Даже приносит некоторое удовольствие. 80 хп, поэтому, опять-таки, наш мачете пойдет в тему. Что-то мне не везет сегодня с талонами вообще. Режим стелса включаем в связи с тем, чтобы не согреть этих двух толстяков. Они, если мы не в режиме стелса, очень-таки активно нападают на нас. Блин, хотел, конечно, со спины ударить одного из них, но не получилось. А талончик-таки зелененький он был. Есть здесь стиралочка и там еще шкафчик. Это тоже мы откроем. Так, хранилище в этом ничегошеньки. А вот сейчас нам понадобится разрушитель. Сразу же переставить нужно будет нам мачете. Так. Сразу двое бьете, что ли? О, дурочки. Так, сейчас нам мачете поставим. И попробуем. Блин, они бьют, по-моему, не в синхрон. Короче, одному однозначно нужно сливать. А потом с другим можно побороться. Ах ты ж. Да иди сюда, блин, задолбал-то. Это не та стена, с которой нужно вот так вот задрачиваться. Сейчас мы посмотрим, что в этом ящике. И, конечно же, дальше пройдем по этой локации. Так, бинт используем, так как он побольше будет хилить. И я уже даже 11 морковок съел. Удивительно, удивительно. Да и броню они мне очень сильно-таки надбили. Что мы здесь видим? Практически ничего хорошего, да? А вот сейчас хотелось бы, конечно, хорошенько отличиться. Так, одного заблокировали мы стеной. Урон одного из зомби заблокировали стеной. И это очень-очень нам помогает. Так как в это все время, пока мы дрались с одними зомби, второй бил в стену. Блин, нужно быть очень крутым задротом, чтобы вот это все успевать. А если особенно с яростным гигантом, у меня точно ничего не получится. Вознаграждение есть. И лук. Лук в деле, ребят. Я давно не убивал яростного гиганта с помощью лука. Пять. Пять урона. Сто выстрелов нужно сделать, дяде. По пять урона, ребят. Вы представляете, сколько это времени? Раньше хоть стрелы застревали в этом, в этом дяде. Сейчас в нем даже стрелы не застревают. Он такой крутой, что даже попу трогает свою рукой. То есть вы представляете? Да куда же ты стреляешь? Две пиццы. Ну, то есть тупица. Четыре. Тут даже, возможно, и не попадаем мы по этому. Отлично, девки пляшут, ребят. По шесть урона, возможно, набивать-выбивать. Ну, думаю, что давайте немножечко ускорить. Ребят, сломал я. Сломал я все-таки этот лук. И я понимаю, что без глока здесь ничего не сделаешь. И убиваем просто яростного с глока. Получаем оранжевый талон. Никакого крутого вознаграждения. Водичку забрали. Да, один лук. Половина яростного. Раньше, помню, когда еще я был, как говорится, когда еще динозавры по земле ходили. Мы с луком убивали этих яростных гигантов. И 16 урона проходило. Можно было даже 19 вытащить. Редкий случай. Именно крутые задроты, когда выдерживали очень такие... Такие тетиву лука натягивали. Могли выбить 20. 20 урона. Это без никаких модернизаций. Лук наносил. Но потом настали трудные времена. Луки перестали наносить урон. И я не знаю, что с этим делать. Ну, а мы продолжаем играть. Продолжаем выживать. И думаю, что это нас не остановит. И мы с легкостью... Ну, может быть, не особо легкостью. Но продолжаем чистку. И я понимаю, что зелененькие талончики не так активно набираются, как желтые. Оранжевые талоны. И, пожалуй, мы залутаем. Если повезет. Если повезет найти еще 6 оранжевых. То, конечно, залутаем именно за оранжевые талончики. Оранжевый ящик. Первый в жизни свой оранжевый ящик. Нужно вооружиться каким-то более-менее оружием. И попробовать, может, даже со спины этого дядю хлопнуть. Неужели это получится? Тогда давайте в студию разрушитель. Не забывать, что тут, ребят. Орудует. Турель. Да, в принципе, я не вижу смысла отбегать. Все равно я получаю все три тыки. Поэтому разрушителем тебе по попе. Вот. Там громила ходит. Интересно, как же туда попасть? Блин, может быть... Ну, интересно просто, как попасть. Попадать туда я не хотел бы пока что. Да, и в ближайшем будущем вообще, наверное, не захочу пока что. Так. Здесь у нас есть токсические кисляки. Ой. Эти. Просто токсические. Хотел сказать толстяки. Отлично. Разлетелись, как пузыри лопнули. С помощью мачете мы сейчас и здесь всех распетрушим. Единственное, только хотел я... Аааа, морковка! Так, сделаем, наверное, такую же блокировочку, да? Чтобы один только зомби в нас бил, а мы урон второго блокировали вот этой вот стеночкой. Скажите, хорошая идея. Ого, иди сюда. Как-то не получается эта штучка-дрючка. Ах ты собака. Мне кажется, у меня все больше и больше начинает выходить вот эта штука. Если очень стать хорошим задротом, то, думаю, можно будет расхреначивать зомби таким именно способом. Думаю, что-то лыжи не едут. А здесь просто-напросто у меня ботиночки закончились. Опа, а вы кто такие? Я вас не знаю. Идите на кого? Отлично. Еще один талончик. Мы ищем талончики. Более экономный способ возможен, конечно. Проходить все копьями. Но, мне кажется, не каждый задрот таким способом даже дойдет до середины бункера. Так, здесь нужно пробежать. Здесь кто-то пукает, а эти газики выходят вот к нам. И так. Освобождаем, освобождаем, что проход нам... Мы прошли полный круг. И теперь яростный гигант, ты на мне друг. Давайте согреем его. Ну, у нас есть пистолет. С блоком очень удобно убивать яростных гигантов. Ребят, даже больше, чем удобно. Вы даже получаете какое-то наслаждение, когда вы их убиваете. Знаете, что они просто не могут сделать вам ничегошеньки. Опыт, который получается из-за них, просто зашкаливает. Там, по-моему... Ну, короче, много опыта. Сейчас можно даже замерить. А мы лутаем очередные шкафчики в бункере Альфа. И получаем талончики. Ребят, да просто шикарно. Все идет по плану. Я не знаю, что может быть пойти не так. Чтобы у нас эта миссия не завершилась фиаско. Так, ну, разрушитель. Ты мой друг. Давай-ка ударим. Нормально, нереально. Побейте стенку, мужики. А я возьму мачете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все равно очень часто попадает этот дядька у меня в торс. То есть, получается, я получаю от него урон. Блин, как-то это раздражает. Все-таки где-то мы делаем ошибочку. Я делаю какую-то маленькую ошибку. А талоны все-таки увеличиваются. Увеличиваются в количестве. Я думаю, что в скором времени так. Здесь у нас еще один токсический. Здесь, я думаю, мы закончили. И ни с одной, ни с другой стороны у нас таких маленьких зомби нету. А толпы зомби убивать я не собираюсь. Пройдем мы на третий этаж. И посмотрим, что мы сможем там сделать. Давайте немножечко расслабимся на третьем этаже. Несмотря на то, что у нас морковка таки заканчивается. Давайте посмотрим, как мы сможем тут блокировать урон зомби. Чтобы сразу от толпы не получать урон. Ничего не вышло. Просто толпа нас сейчас валит в голову. Причем очень активно зомби нас разбивают. Но мы быстренько сейчас с ними справимся. Да, я понял, я понял, что ты уже там убиваешь. Так, 23. Всего лишь 3 оранжевых талона. Ела в шляпе. Всего лишь 2 морковки осталось. И 3 бинта. Надеюсь, у нас есть что-то. Ну, блин, пивасик. Конечно, пивасик это хорошо. Но не сильно хорошо для того, чтобы закончить все-таки поиск наших талонов. Оружия у меня, правда, думал, не хватит. Но я вижу, что хватает. Так, по стеночке, по краешку мы проходим этого зомбика. И держи, как говорится, звезды окаянной. Убиваем его со спины. Токсический толстяк получает свою тычку. И, надеюсь, все. Ну, хоть как-то я там экономлю. Не знаю, что я экономлю. Может быть, ничего не экономлю. Но самое главное, что талончики-то прибавляются. И, по-моему, всего лишь 2 талона осталось. Так, где мой разрушитель? Разрушай. Держи. Зелененький он был. Так, не видел. Так, отлично. Ну, здесь, я не знаю, тут никакая стенка наша не спасет. Огрим всех. И в режиме автоматического боя. Просто раздаем звезды пацанам. По-моему, у меня тут даже шапку. Так, били, а шапка слетела, ребят. Это просто ужас. Оранжевых талонов вы не видели, пацаны? У вас нет оранжевых талонов? А если попрыгать? Ничего нет, да? Так, ты кто такой? Давай, до свидания. Иди сюда, я тебе тоже по щам разочек дам. Тут чувство, когда хочешь, чтобы тебе выпал оранжевый талон из яростного гиганта, ребят. Именно оранжевого талона мне не хватает. Поэтому я хочу, чтобы сейчас, в данный момент, именно он мне выпал с этого гигантидзе. Гигантидзе, что ты мне? Красный. Ну, красный, это всегда хорошо. Знаете, что я вам скажу? У меня есть на базе оранжевый талон один. Я его выбил на локации и не взял с собой. Думал, да нафиг он мне нужен. Я все-таки же за зелеными иду. А теперь пожалел. Пожалел. Здесь не согреть никого. О, здесь только вот так вот можно согреть. О, ребята. Надеюсь, что просто я первым нанесу достаточно много урона этому дядьке. Потому что хп у меня нету чем хилить. У меня есть две баночки бобов. Ну, с бегуном вообще драться вот так вот через стенку я не вижу смысла. И в надежде открываем шкафчики, у которых, думаю, что что-то должно быть. То есть в любом случае использовать шкафчики, использовать какие-то перед собой помехи или же стены для того, чтобы блокировать хоть часть урона. Это точно, думаю, неплохая идея. Это хорошая идея. О, бинты. Игра увидела, что Михалыч здесь топовый игрок и нужно ему бинтов немножечко подкинуть. Так, последние штаны, как говорится, одеваем. И идем мы на яростного гигабайта. По-моему, это уже четвертый яростный гигабайт, которого я уничтожаю с помощью блока. Да, первого мы, конечно, половина хп надбили луком. Как это ни странно. У нас это даже немного получилось. Но теперь, конечно же, что? Ой, оранжевый. Ребят, 25. Все, на этом закончили. Ура, ура, ура. Похлопаем себе в ладоши. Ребят, я даже не потратил сет Санта-Клауса. Можно будет использовать ее еще где-то. Конечно, в полицейском участке можно использовать. Но как-то не оно. Не оно-то в полицейском участке. Мне, думаю, что синие карточки мне не выбить. Да, она зеленая, тратится. Можно также не выбить никакого огнестрела. Так, ну что, 25 вроде. Вроде 25. Отлично. Отлично. Знаете, что я не залутал? Вот эту канистру. Урну. У ней тоже бывает талончик. Ребят, нормально. Нереально. Всего лишь пять зеленых. Я могу открыть и это. Но это уже совсем другая история. Давайте, наверное, что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сразу же вилка. УЗИ. Так. Это уже нам не надо. Разрушитель тоже. Бинты сюда. Идите. Так. Ну, в принципе, ребят, я наслаждаюсь. Наслаждаюсь победой. Наслаждаюсь целым сетом военным. Полностью. В целом. Это большая роскошь в начале игры. Есть уже первый узор на чоппер. И, в принципе, канистры. Глоки. Все, что нам нужно. Я сейчас это буду все тщательно и не раз переносить наверх. А с вами, наверное, попрощаюсь. Спасибо, ребят, за то, что смотрели. За то, что терпели. За то, что переживали. Также чистку бункера, как и я в первый раз. Всем, ребят, удачи. Не забывайте ставить лайки. Ведь от количества лайков и зависит скорость выхода видосов. Вы, наверное, знаете это. Потому что очень быстро просто прилетают лайки. Наверное, сотню лайков уже будет мало просить. Да, Михалыч, зажрался. Поэтому, ребят, как только мы наберем 200 лайков, сразу выйдет следующий видос. Всем спасибо. Всем пока. Пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на канал. Удачи. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok